И снится нам миро, как космодрома, Ни эта мединая синева. Эта песня в исполнении группы «Талисман» под руководством Андрея Тарасяна неоднократно звучала на праздниках и торжествах Туапсе. Еще недавно Михаил Борисов был в составе этого творческого коллектива. Теперь он исполняет песни в другом жанре – шансон. В конце минувшего года Михаил прошел кастинг в Москве, после чего был принят в качестве солиста группы «Бутырка». На тот момент из нее ушел один из вокалистов. Срочно требовался новый. Миша, узнав об этом, решил попробовать свои силы. И у него получилось. Когда я поехал на кастинг, я не мог спать, ночь не спал, я очень так сильно переживал. В глубине души, может быть, где-то я и верил, что мне подбадривали, все говорили, все, у тебя получится. Спел я две или три песни там на Таганке в студии. И мне сразу сказали, вот то, что надо. Мне очень повезло, скорее всего, и мне предложили быть вторым солистом. С тех самых пор жизнь Михаила Борисова кардинально изменилась. В родном Туапсе, где многие годы прожил певец, он теперь бывает нечасто, лишь в перерывах между гастролями. Но приезжая сюда, не упускает возможности встретиться с друзьями, коллегами, с которыми еще вчера он выступал на концертах. Конечно, во Дворце культуры нефтяников, где он репетировал, развивал свои вокальные данные, ему всегда рады. Первые шаги у меня он делал, как эстрадный певец. Но все-таки его желание петь шансон, значит, взяло верх. И поэтому, начиная вот с прошлого года, он участвовал в конкурсах, уже пел песни из репертуара русского шансона, которые ему удавались. Как бы он нашел свою нишу, и я не стал его, как бы, вот в другое русло. Тяга к музыкальному творчеству Михаила Борисова была с детства. В 14 лет он самостоятельно научился играть на гитаре, после чего долго с ней не расставался. Позже Михаил получил образование повара, и в этом деле он также был успешен. У него призовое место краевого конкурса в номинации блюда европейской кухни. И как бы ни менялась его жизнь, в какой бы профессии он ни работал, Михаил не переставал петь и мечтать о большой сцене. Даже тогда, когда многие ему говорили, что в Москве все зависит от материальных вещей, да и вообще, там и так своих талантов хватает. Однако из 200 человек, участвующих в кастинге группы «Бутырка», был выбран именно Михаил. Я знаю, через что он прошел в этой жизни вообще. И он действительно очень хороший, душевный человек, независтливый. Во-первых, открытый, во-вторых, талантливый и целеустремленный. Он работяга, действительно, работяга. И вот благодаря своему трудолюбию он добился этого всего. Очень рада их за него. И постоянно, как бы, ну, как друг, я говорю, надо надеяться на лучшее, надо стремиться к лучшему. И дай Бог тебе, говорю, счастья, здоровья и еще раз удачи, удачи, удачи. Вместе с Михаилом записывался последний альбом группы «Бутырка», который называется «Вернусь домой». С новыми песнями коллектив гастролирует по городам России и странам ближнего зарубежья. С первого концерта публика хорошо приняла нового вокалиста группы. Хотя, конечно, Михаил волновался, ведь у прежнего солиста «Бутырки» осталось немало поклонников. Ел в кафе, как бы, думал, на сцену выйти, ну, не составит особого труда. Как бы, практики мало, участвовал в фестивалях, в районах, в городских. Но все равно, это не то. Когда я вышел на большую сцену, где-то полторы тысячи человек, тысяча триста, полный зал, я испытал, как эйфорию, наверное, страх сначала за кулисами, сильный страх, аж замирало сердце, выскакивало, темнело в глазах. Ну, после первой песни я испытал, не знаю, эйфорию, просто энергетику бешеную. Сегодня группа «Бутырка» продолжает свои гастроли и параллельно работает над новым альбомом. Его поклонники шансона услышат совсем скоро. «Бутырка» 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 «Бутырка»